Сколько веревок это было? Все пакеты подписаны, для каждого свой мусор. Находят его на берегу. Здесь и обломки бойков, и сети, и подошва от обуви, стекло, бутылки. На свалку ничего не пойдет. Отходы отправят на изучение в Японию. Цель не собрать и утилизировать отходы, а цель это собрать и изучить отходы, узнать, какое определенное количество отходов находится на побережье больше или меньше. Однако повод для субботника совсем другой. В эти выходные жители Владивостока отметили Международный день очистки водоемов. Его проводят каждый год, места не повторяются. На этот раз водолазы прощупали дно бухты Охлестышева на Русском острове. Очень чисто. Я был очень удивлен, что вообще, что либо удалось найти, обычно заходишь в воду, банки там, какие-то бутылки, битые бутылки, целые бутылки. А здесь чисто. Из крупных предметов только одна – автомобильная покрышка и обломки деревьев. Ничего более опасного для отдыхающих дайверы не обнаружили. В море каждый из них провел от 10 до 20 минут. Одному водолазу повезло вдвойне. Удалось устроить даже слежку за осьминогом. Вода у Дняра, конечно, мутная. Да так, мусор особый. Я бы не сказал, что там много. Ну так, ежика много. Море, в принципе, чистое. Мы убираемся каждый год. Вот прям там ствол лежит, дерево. Ну, кедр такой хороший. Можно стол делать прям. Такой монолитный. Ну, доставали уже не стали. Ну, там еще народ купается. В общем, все замечательно. Солнышко вылазит. Праздник удался. Провести уборку у моря откликнулись около сотни горожан. Берег очищали те, кто обычно здесь отдыхают. Десятки мусорных пакетов, два часа свободного времени и бухта чистая. Надолго ли? Зависит от воспитания других горожан. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Новости на восьмом.